лес призрака загадочное мистическое место где обитают сотни тысяч мертвых душ и эти души помогали мне в моих расследованиях когда отвечали мне на мои вопросы по эгф вот можно увидеть необъяснимый парк в этом лесу белый дым который окутал целый лес это дым появился впервые в моей практике паранормального я такого раньше не видел этот дым появился неожиданно с неоткуда и воздух стал очень тяжелым было даже тяжело что-то разглядеть впереди самое интересное что-то дым преследовал меня когда я пытался осмотреться по сторонам я увидел что-то дым находится только возле меня я даже подумал что нахожусь где-то рядом с центром большой энергетики мертвых душ я думал что я приближаюсь к самому интересному месту так и произошло я вышел на контакт с призраками леса и они снова мне помогли ответив мне на мои вопросы по эгф и теперь я хочу разобраться и найди в этом лесу центр большой энергии где в таком месте будет обитать не одна душа и таким образом связаться с большим количеством мертвых душ по эгф и возможно я смогу узнать ответ на мой вопрос как не отсюда освободить а перед началом данной серии хочу сказать спасибо всем кто поддерживает канал искать призрака благодаря этим спонсорам канал существует сейчас и в этом лесу очень много душ которые помогали мне по эгфу отвечали на поставленные вопросы я сейчас только зашел в этот лес я сейчас нашел еще один кое-какой интересный путь который выведет меня километров 4 вглубь и я смогу посмотреть с другой стороны этот лес возможно там я смогу лучше связываться с этими духами а возможно там какая-то будет другая иная аура возможно я найду какой-то реальный центр духов в этом лесу еще я видел очень много было дыма и Искатель призраков Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ого! Просто ужас! В любую минуту вот это, если сейчас сдвинется, вся вот эта конструкция упадет на голову. Не люблю осенью только одно. Каждое дерево и каждый куст, который я прохожу, все деревья вот такими вот разновидностями пауков и крестоносцев есть много и не только. И надо ходить осторожно. Таким образом, прошел я еще метр пятьсот. Мне надо сейчас как-то свернуть вглубь. Я тут такую нашел тропинку одну, довольно интересную. И она ведет вот туда вот наверх. Я наконец вышел на тропинку. И будет удобно идти, потому что эти пауки на каждом шагу. И мне это не особо сильно нравится. Да, и времени не так и много, потому что в 12.00 начинается комендантский час. И после этого времени на улице просто никому нельзя быть. По сути, я сейчас тоже очень сильно рискую. Мне еще отсюда добираться. Правда, повезло, что не так и далеко. Но ничего страшного. Я все-таки хочу еще исследовать этот лес. Пойти по прямой туда. Пока не закончится эта тропинка. И возможно, я там что-то увижу интересное. Потому что здесь я точно не был. И 90% этого леса я уже изучил. Тут такие интересные следы на деревьях. Как знаки какие-то. Вот. Это что-то помечается. Как какой-то определенный путь. И можно обратить внимание. Вот по прямой еще дерево. Такой же знак здесь тоже есть. Вот еще какой-то знак. И вот теперь у меня состоит такой выбор. Куда же пойти? И сюда, или все-таки по прямой? И знаки я эти потерял. Я вижу еще одну такую тропинку. Где-то километр по прямой. Плюс-минус, может, два. Будет что-то интересное. Потому что здесь я реально еще не был. Сейчас я эту тропину покажу. Получается вот такая тропинка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... О, это что-то интересное. Такое, какое-то ощущение здесь, я скажу так, энергетически. Я ощущаю здесь энергию. Тяжело объяснить словами. О, вот это что? Вот то, что здесь делают шашлыки. И меня это ни капельки не... Блин. Чуть не упал. Надо под ноги смотреть. Меня это не удивляет. Сюда я ни разу не ходил. Ну, я считал, что такие места будут точно не интересны. Есть еще дорога, я вижу. Идет она чуть-чуть вглубь туда. Может быть, я сейчас пройду еще метров 100-200. Посмотрю, что там. Долго мне, конечно, задерживаться тоже нежелательно. Не буду сейчас тянуть время. Хочу сейчас посмотреть, что там по прямой. Ну, это что за место? Очень интересно. Ни какого... Это что было? Что это было? Не помню. Какой-то звук отсюда был. Или мне что-то показалось? Или это... Вроде это палка. Переместилась с этого места. Кто? Очень интересно, что это произошло. Как такое возможно, что сейчас двигалась эта палка. Надо будет посмотреть запись. Может быть, я ошибаюсь. Я просто не обращал внимания. Смотрел вообще по другим сторонам. Я думал, что, возможно, это какой-то ежик. Или... Какое-то, короче, животное. Одним словом, жалко у меня разъезжается камера. Я бы, возможно, в этом месте сейчас бы провел бы сеанс АГФ. А может быть, это даже какой-то призрак, который пытался дать мне сейчас какой-то определенный свой знак. Потому что в этом лесу их довольно очень много. Я точно сюда вернусь в следующий раз на это же место и проведу здесь сеанс АГФ. Я просто не рассчитывал, что камера так быстро разрядится. Но вот это место довольно странное. И аура здесь довольно иная. И если я сейчас пересмотрю запись, и реально эта палка шевелилась, надо будет оставить камеру и посмотреть, что здесь, возможно, можно заснять. Ну, а я еще слышу какие-то звуки. Возможно, я здесь не один. Все возможно. Но мне надо уже отсюда уходить. Потому что время не осталось. Одним словом, я сейчас пересмотрел запись. И да, эта палка шевелилась. Необычно. Я такое в лесах именно вижу впервые. Чтобы дух уже мог был управлять палкой в самом лесу, значит, это какой-то был очень сильный дух. И уже просто есть желание, очень большое желание мне с таким духом связаться. Я надеюсь, у меня получится. Я отправлюсь в следующий раз на это место с АГФом и буду задавать вопросы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 I'm still gone